Уже на протяжении 10 лет мы рассказываем вам о циничной карме, настигающей как предателей Украины, перешедших на сторону расистского зла, так и всех ныне здравствующих зет-патриотов, которые всячески помогали россиянам в нужный момент и внесли свою лепту в начало войны России против Украины еще в 2014 году. От главного сторонника вторжения России в Украину и разжигателя этой войны он прошел путь до заключенного по политической статье. Давайте вспомним события в Крыму десятилетней давности. Тогда лицами аннексии полуострова стали не только известные вам коллаборанты наподобие Аксенова или Константинова. Персонажей, стоявших у истоков так называемой Крымской весны, в реальности гораздо больше. Всех уже, наверное, не припомнить. Знаем, что они есть, но мы просто не можем посчитать. И в этом-то как раз и главный вопрос. Где все эти зачинщики войны? Их ведь было так много. А сейчас на виду остались лишь единицы. Если завтра, условно говоря, меня посадят, значит, забывайте про победу в этой войне. Забавно получается, но с каждым годом оккупации Крымского полуострова Кремль один за одним избавлялся. Отодвигал в сторону или закрывал рты самым активным участником событий 2014 года. То есть отблагодарил мордор всех этих преданных ребят за содействие в масштабном преступлении вполне типично для русского мира. Один из главных сторонников русской весны и русского мира был задержан сегодня. Наверное, этого персонажа знают все. Террорист Игорь Стрелков-Гиркин, как известно, руководил не только вооруженными боевиками в Донецкой области. До событий на Донбассе он принимал самое активное участие в аннексии Крыма. Был военным куратором Гоблина Аксёнова и сам рассказывал, как сгонял депутатов в Совет Крыма, чтобы те голосовали за так называемое присоединение КРФ. На сторону населения, а не власти, перешел только Беркут, заявил Гиркин. Я не видел и никакой поддержки органов госвласти в Симферополе, где я находился. Депутатов собирали ополченцы, чтобы загнать их в зал, чтобы они приняли постановление о присоединении Крыма к КРФ. Я был одним из командиров этих ополченцев. После начала полномасштабного вторжения в Украину один из главных зачинщиков войны стрелков принялся регулярно критиковать и наезжать на расистское руководство и лично бункерного фюрера. У меня есть впечатление, что в октябре начнет разваливаться наша арка. Если этой смены не произойдет, Путин закончит в лучшем случае, как в Милошевич, в худшем, как Каддафи. Ответственность за все, что происходит на фронте, несет не только Министерство обороны, но и президент, и вся наша власть. Какое-то время на истерике Гиркина в Кремле закрывали глаза. Но в июне 23-го произошел феерический пригожинский мятеж. И в Кремле явно решили пересмотреть свое отношение к таким популярным в народе патриотам-радикалам, как Игорек. Кто его знает, сегодня он просто в видосиках на президента гонит, а завтра того и гляди бунт организует. Вадимир Владимирович, заткнись просто, молчи лучше. И нам не будет за тебя стыдно, и за то, что в нашей стране такой президент. И враг не будет изгаляться. Вот Гиркина и решили приземлить от греха подальше. В прошлом году террориста арестовали, обвинив в экстремизме. А уже зимой этого года приговорили к четырем годам колонии. Надежда и чаяния затгнит не оправдались. Игорь Стрелков отправлен в тюрьму сроком на четыре года. Это один из самых суровых приговоров по статье, которая ему вменялась. А совсем недавно стало известно о том, что апелляционный суд отказал в изменении приговора террористу Стрелкову. Об этом в телеграм-канале сообщила его жена. Первый апелляционный суд общей юрисдикции вынес финальное решение по делу Стрелкова. Решение оставлено без изменения. Апелляционная жалоба без удовлетворения. Игорь Стрелков остается под арестом. Вот такая ирония судьбы. Боялся Гиркин, что его в Европе за сбитие гражданского самолета посадят. А запроторили за решетку свои же. Что ж, будет у боевика аж четыре года, чтобы хорошенько подумать о том, ради кого он так старался все эти годы. Бескребетная мокрица. В свое время пришлось замолчать и уйти в тень еще одной героини Крымской весны. Яркой коллаборантке из Крыма, о которой вы наверняка не раз задумывались, задаваясь вопросом, а куда же это поделась Наташка Поклонская? В Украине произошел антиконституционный переворот и вооруженный захват власти. В 2014 году, когда предательница Поклонская стала типа главным прокурором аннексированного Крыма и главной звездой пропагандистских ток-шоу, казалось, что ее ждет большой взлет по карьерной лестнице. Скажу без лишней скромности, что русский Крым и Севастополь, вся необъятная, огромная Россия, все мы испытываем такую гордость за нашего президента, который завидует в других странах. Так и случилось. Через пару лет коллаборантка стала целым депутатом Госдумы, но довольно быстро начала выражать свое фе в отношении всего происходящего там. Поклонская инициировала законопроекты по противодействию коррупции, выступила против застройки южного берега Крыма и голосовала против скандальной пенсионной реформы. За нарушение партийной дисциплины ей объявили бойкот, отобрали комиссию по контролю за доходами депутатов, а глава думской фракции Сергей Неверов предложил Поклонской подумать о сдаче мандата. Естественно, такие ненадежные депутаты Кремлю не нужны. С должности в Госдуме крымскую няш-мяш погнали и чуть даже не заслали работать послом в одной из самых неблагополучных стран Африки – Кабо-Верде. Знаете, где находится Кабо-Верде? Знаю, конечно. Это же глухомань страшная, Наталья Владимировна. А потом настал 22-й год. РФ вторгнулась армией в Украину, и некогда кремлевская фаворитка стала неоднозначно высказываться в отношении путинской СВО. Сложно, видимо, Поклонская осознать, что она уже давно не в Украине находится, где ей можно было свободно выражать свое мнение. Эта буква «З» символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Это беда. Ведь Министерство обороны говорит, что столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Вскоре экс-прокурора Няш-мяш погнали с должности замглавы Россотрудничества, на которое ее поставили в начале 22-го года. В итоге сделали советником генерального прокурора РФ, явно дав понять, что рот нужно прикрыть и вообще лучше исчезнуть с каких-либо радаров. И сейчас он назначен советником генерального прокурора России Игоря Краснова. И Поклонская также добавила, что теперь свои соцсети вести уже не будет. На ваш взгляд, что это было? Это все-таки домашний арест для Натальи Поклонской, которая и против спецоперации, то есть войны высказалась, и как-то пенсионный возраст не поддержала в свое время. И вот спустя два года Поклонская наконец дала о себе знать. Почитательница русского мира и Николая II появилась в интервью, посвященном 10-й годовщине оккупации Крымского полуострова, отрабатывать кремлевские методички. Я действительно являюсь одним из символов крымской весны. Но помимо утвержденных свыше нарративов, Наташку снова понесло совсем не в ту стель. Например, коллаборантка рассказала свое мнение о мирных студентах, вышедших на Майдан в 2013 году. Под раздачу попали и обычные ребята, обычные студенты, которые там были романтики. С гитарами, с баянами, с шоколадками, с чаями, с кофе. Которые просто... Ну, ребята вышли, и это молодежь. На это имеют право люди выходить и высказывать свою какую-то гражданскую позицию. Хочется спросить, а как же вездесущие проплаченные провокаторы, о которых расистская пропаганда рассказывала на каждом шагу? На Майдане были разные люди. Были не только студенты, были взрослые, вполне ответственные люди, бизнесмены, совершенно из разных сфер деятельности, которые хотели перемен к лучшему. Они верили в то, что делали. Про так называемую СВО Поклонская почему-то говорить не особо захотела. Наверное, поняла, что наговорит лишнего. Мы обсуждаем и вспоминаем Крымскую весну десятилетней давности. То, что происходит сегодня, я бы не стала обсуждать, чтобы не провоцировать разного рода спекуляции. Зато не побрезговала себя назвать украинкой и признаться Украине в любви. Я украинка, русскоговорящая украинка. Я от Украины не отказываюсь и не откажусь. Я ее очень люблю. Кстати говоря, про свое украинское происхождение она поведала и на встрече со студентами Московского финансово-юридического университета. Чем довела до истерики за публику? Если же Поклонская считает себя украинкой, соответствующей государственной идентичностью в виде некой страны Украина, то место ей на помойке общественного интереса. Засуньте Поклонскую обратно в непубличный сектор и запретите ей высказываться по политическим темам. Да-да, эти же упыри называют себя защитниками украинского народа, освободителями, братьями. Но в реальности на каждом шагу демонстрируют неуважение, ненависть и презрение к украинцам только по факту их происхождения. Я хочу напомнить разным политическим экспертам, так называемым их много сейчас, что за оскорбление людей по национальной принадлежности карается законом. Аккуратнее с высказываниями. В Поклонской уже не раз намекали, что в русском мире надо помалкивать и играть по правилам, спущенным сверху. Но героиня так называемой «Крымской весны», похоже, никак не может уяснить эти уроки. И вполне возможно, уже в следующий раз, ляпнув что-то неудобное для Кремля, повторит судьбу Игоря Гиркина. Я за свой выбор всегда буду отвечать. А вот кому удалось повторить участь упыря, с которого мы начали наш сюжет, так это бывшему псевдоминистру культуры Крыма Арине Новосельской. Кроме того, что Новосельская в 2014 году без зазрения совести присягнула на верность оккупанту. Крым как объединяющее звено, ядро, сердце всего русского мира. Мы счастливы, что мы воссоединились с Россией. Она также запомнилась крымчанам своими яркими и совершенно неуместными нарядами на официальных мероприятиях. Весьма некультурными высказываниями на заседании оккупационного правительства Крыма. Которые ждали, 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 с начала года что-то ждали, 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 рассматривали. В том раз, осенью заключили контракт, опять ей не успели, коллеги. Уже, ***, вы поставили, как обезьяне. Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что вообще, что ли? Но, как известно, в отношении предателя история беспощадна. В ноябре 21-го года Новосельскую арестовали по обвинению в получении особо крупной взятки в 25 миллионов рублей. Которой она, наверное, не поделилась с Аксеновым. А в прошлом году предательницы вынесли приговор. 10 лет колонии общего режима. Кроме того, бывшей чиновнице придется заплатить штраф в размере пятикратной суммы взятки, а это почти 130 миллионов рублей. Еще в 22-м году стало известно, что адвокаты Новосельской просили Мосгорсуд не сажать ее в СИЗО, а избрать более мягкую меру пресечения, ссылаясь на то, что Арина Новосельская якобы стояла у истоков крымской весны и обладает многочисленными наградами и званиями. Как мост крыльпский, если можно так сказать, который соединяет матушку Россию с историческим ее сердцем, с Крымом. Но, чего и стоило ожидать, суд отклонил все запросы адвокатов о домашнем аресте, проигнорировав такие великие заслуги коллаборантки. Суд отклонил все жалобы адвокатов о домашнем аресте, посчитав, что Новосельская при избрании ей более мягкой меры пресечения может скрыться от органов предварительного следствия суда, продолжить заниматься преступной деятельностью. Арине Новосельской уже вынесли приговор, но она, похоже, не хочет мириться со своей судьбой. Этой весной рашистские СМИ написали о том, что экс-министр культуры Крыма, сидя в СИЗО, подала заявление о прохождении службы в зоне так называемой СВО. Осужденная за взятки экс-министра культуры Крыма хочет служить в СВО. Матушка Россия оставила с носом и другого участника аннексии Крыма, который всеми силами помогал России оккупировать украинский полуостров в 2014 году. Речь о Константине Ерманове. Я тут самый депутат, которого сегодня решили мандаты. В 2014 году Ерманов открыто радовался захвату Крыма. Очень боялся проклятых киевских бандеровцев, был организатором первых пророссийских митингов в Керчи. И даже менял у здания и горосполкома украинский флаг на российский триколор. Слава России! За свои труды перед Кремлем коллаборант Ерманов после псевдореферендума получил возможность работать депутатом в городском совете Керчи. Но, видимо, предатель Украины что-то не поделил с Аксеновым и начал активно критиковать недовласть в Крыму. В 2021 году бывший депутат обратился в правоохранительные органы и попросил проверить информацию о том, что теща Аксенова Людмила Добрыня еще в 2014 году приобрела квартиру в Москве на Причичинской набережной, стоимость которой превышает 400 миллионов рублей. И Ерманов просил проверить Аксенова и его тещу на получение взяток. За обращение в правоохранительные органы и разговоры о происхождении денежных средств, на которые семья Аксенова благодаря коррупционным схемам приобрела элитные апартаменты в Москве, коллаборанта Ерманова очень быстро отодвинули в сторону, а точнее лишили депутатского мандата. Из-за того, что я поднял вопрос о квартире в Москве стоимостью 400 миллионов, которая принадлежит теща главе Крыма. Друзья, уже в понедельник я пойду в суд и верну свой депутатский мандат. Позже в отношении недогероя Крымской весны было возбуждено уголовное дело о клевете. А во время обысков в рамках этого дела у Ерманова нашли пакетики с марихуаной. И в итоге весной 23-го года соучастника аннексии Крымского полуострова приговорили, просто вдумайтесь, к 11 годам строгого режима. Мы, конечно, как сторона защиты не ожидали такого жестокого приговора. Безусловно, будем его обжаловать. Наверное, не на такую рашистскую реальность в Крыму рассчитывал Ерманов, когда за нее боролся. Сегодня мне дали 11 лет. 11 лет строгого режима. Вы серьезно, ребята? То есть я поймал вора за пятую точку, доказал то, что он вор, но в тюрьме не он, а я. Схожая карма настигла в свое время и экс-вице-премьера незаконного российского правительства Крыма Виталия Нахлупина. В Москве задержали вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Чиновник обвиняют в получении взятки. На момент оккупации Крымского полуострова Нахлупин был депутатом местного парламента. В 16-м году Гоблин Аксенов назначил своего подельника Нахлупина вице-премьером крымского правительства. На этой должности он курировал очень выгодный экономический и финансовый блок. Бюджетное финансирование полностью открылось. Вот сейчас деньги есть на все объекты. Естественно, долго денежная музыка для предателя не играла. Кремле, по всей видимости, решили, что не может на таких жирных потоках в Крыму сидеть не свой человек. Еще и так нагло воровать. В 18-м году коллаборанты задержали в Москве и через время приговорили к 8 годам лишения свободы за взяточничество. Нужно правильно, так сказать, сделать выбор. К сожалению, мы просто физически не можем в рамках одного сюжета упомянуть всех недогероев так называемой «Крымской весны», которые либо пожалели о своем пророссийском выборе, либо просто потерялись, ушли, так сказать, в аналы позорной истории. Как тот же типа народный мэр Севастополя Алексей Чалый, который, между прочим, был даже подписантом аннексии в Кремле. Алексей Михайлович Чалый, уполномоченный представитель города Севастополя. Все это говорит о том, что Мордор не чтит, не оберегает и не уважает людей, которые в свое время помогли России оккупировать украинские территории. Наоборот, Кремль планомерно избавляется от всех соучастников своих преступлений. Поэтому не сомневайтесь, дело дойдет и до Сергея Аксенова, и до Ольги Коветиди, и до Владимира Константинова, и до других зачинщиков войны. Всему свое время, как говорится. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем ютуб-канале, а также на патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!